Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Всё, что я скажу в этом фильме, является моими предположениями и субъективным мнением. Этот фильм «Расследование» я посвящаю памяти Юрия Шатунова. То, что я готовила материал по этому фильму практически с первых дней и по сегодня 11 дней со дня гибели кумира «Миллионов» в конце 80-х, для меня самой явилась полной неожиданностью. Да-да, именно гибели, а не несчастного случая, не просто смерти. И в этом расследовании я покажу свою логику событий. Я никогда не являлась фанаткой этой группы, не слушателем песен «Ласковый май». Я более старшего поколения, и когда в моей биографии, как раз в 90-е начало сценической карьеры, учеба в Гнесинском училище, там нам как раз прививали покорение сложных вокальных высот, таких как популярные тогда хиты Уидни, Хьюстон, Марай Кэрри. Песни «Детей почти дворовый» не вписывались в наши приоритеты. «Ласковый май» жил своей жизнью, как и его солисты, и другие участники. Конечно, видела по телевизору разина во многих передачах, конечно, знала про историю с Горбачёвым, конечно, имя Юры Шатунова тоже было на слуху. Он сам начал свою сольную карьеру, и это тоже всё вот краем уха где-то как-то всё это время было, естественно, знакомо на слуху. Тогда в 90-е было огромное количество звёздочек и всяких бездарностей, мелькавших на ТВ. Многих из них убивали, кто-то сам спивался. Это мелькание, судя, почти все несчастные. Жива одна мафия, шоу-бизнеса. Ну и Разин. Да, то, что Разин жил в Ставрополье, что был там когда-то депутатом, тоже известно, тоже где-то там в памяти есть. Дорогу там в селе сделала к своему дому. Это я сейчас рассказываю. То, что за эти годы, вот с 80-х, что известно о «Ласковом май» и о Разине. Хвастался в разных передачах, как он клонировал «Ласковый май» и греб деньги чемоданами. Это всё в обрывках памяти сохранилось. За карьерой Шатунова я не следила, но иногда фамилия звучала в новостях, что вот там концерт или там концерт. Как-то так. А теперь по знакам прошу внимания. Я готовлюсь к очередной прогулке. Краем уха слышу новость о том, что на певца Юрия Шатунова напали в поезде неизвестные. Он ехал на концерт на День России. Получил травмы, его сняли с поезда. Новость стала известна лишь 14 июня. День России, то бишь РФ, 12 июня, как мы знаем. Так вот, с этой новости что-то стало происходить с моим вниманием. Это было именно 14 июня. Вот именно с 14 июня что-то стало происходить. Я послушала еще то, что неизвестные стали задирать в поезде молодую семью, что Шатунов за них вступился и получил травмы. Я еще для себя отметила, надо же, какой смелый, молодец. Лишь бы все обошлось. На этот раз обошлось. Забегая вперед, по этой ситуации задаю себе и вам вопрос. Это было предупреждение или у нападающих просто сорвалось, и здоровье Юрия оказалось крепче, чем они рассчитывали. И вот накануне, на своей прогулке по допотопной Москве, 18 июня 2022 года, в одном из дворов в центре Москвы есть одно местечко, разрушенный допотопный дом. И стена кирпичная осталась от этого дома, тыловая такая. И мы обратили внимание на стене надпись «Запоминай время». Ну так, отметили для себя, посмеялись, пошли дальше по своему маршруту. Смотрим статью «Жестокое нападение на Шатунова в Польше». И ролик под этой статьей. Вот эта статья автора некая Светлана. От 14 июня 2022 года в 14.32. Это тоже их такие цифры. «Жестокое нападение на Шатунова в Польше. Чрезвычайное событие произошло два дня назад, однако, то есть 12 июня. Однако широкой общественности стало известно лишь сегодня на известного российского певца Юрия Васильевича Шатунова было совершено нападение в Польше, в городе Гданьск, на железнодорожном вокзале. Юрий Шатунов на постоянной основе, живущий в Германии, ехал на родину, чтобы дать концерт ко Дню России. Шокирующее событие произошло на промежуточной станции в городе Гданьск. Несколько молодых парней, которые были вооружены пистолетами для пинбола, бежали в вагон, где находился Юрий Шатунов и напали на певца. Стали известны подробности трагического происшествия. Власти Германии запретили певцу участвовать в патриотических концертах в России. Однако Шатунов заявил, что это его родина, и он намерен дать выступление в национальный праздник своей страны, общественно считает, что это была хорошо спланированная акция, дабы помешать Шатунову выступить в России. Вот обратите внимание, что 14 июня, якобы событие произошло 12 июня, он ехал сюда 12 июня, и в Польше вот на него напали, потому что якобы власти Германии запретили певцу участвовать в патриотических концертах. И сейчас разрабатывается в том числе и версия, как нам говорят, а может быть не разрабатывается, по крайней мере, она муссируется в интернете некоторыми блогерами, о том, что следствие ведется в том числе проверять версию политическую гибели Шатунова. И посмотрите, когда это заложено, 14 июня. Мало того, эта новость прошла и по телевизору, потому что я слышала краем уха. Я сидела и работала, телевизор у меня там где-то был ключом, фоном, и прошла вот эта новость, которую я отметила для себя. Все остальное так мимо. Вот эта новость, она как бы и попала, что называется, таким значком. И от этого момента начался отсчет «Запоминай время». Юрий считался отчаянным парнем, на этот раз он просто шокировал своих коллег. Музыкант рассказывает, что певец видел, как преступники стали угрожать молодой семье. Матери с ребенком Юрий Васильевич мешался в конфликт, заступился за молодую семью. Ну и так далее. Вот именно это я и слушала и отметила для себя. Думаю, надо же, какой Шатунов типа благородный человек. И в этой же статье есть ролик. Вы смотрите, с каким заголовком для пиара расстреляли на вокзале. И если мы посмотрим этот ролик, поскольку это YouTube авторские права, поэтому прокручивать именно, как это все говорится, я не буду. В принципе, там текст то же самое, что и в статье. Что я здесь, на что обратила внимание? Вот пейнтбол. Вот посмотрите, сейчас, 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 найду, найду. Здесь фотографии. Вот. И в этом ролике, на где-то 45-й, такая фотография. Лазерный луч в центре. Вот солнечное сплетение указывает на Шатунова. Кстати, начинается этот сюжет с этой картинкой на 42-й минуте, а заканчивается ровно на 45-й, 2-й, 27-й, что получается в сумме 9-й, 4-й и 7-й, это 11-й, 9-й, 1-й, 1-й. Ну, чистое совпадение, чистая случайность, конечно. Вот что интересно, когда я два дня назад изучала этот весь материал, здесь было 144 тысячи подписчиков, вот тысяча добавилось за два дня. Жестокое нападение на Шатунова в Польше. Ну, посмотрите, 3624 просмотра всего на 14 июня при таком количестве подписчиков. И осталось те же самые 33 комментарии. Вот они как были два дня назад, то есть на тысячу подписчиков добавилось, комментарии также остаются 33. Тоже, конечно, чисто случайное совпадение, почему здесь держатся комментарии именно на этой цифре. При такой новости, когда сейчас подключено множество, огромное количество людей к этой информации, и чтобы было всего 33 комментария, ну, явно, что это искусственные цифры, которые держатся два дня. Причем подписчики у этого канала добавились, я это следила. Здесь просмотров добавилось немного, но добавилось было, сейчас скажу, сколько, было 3547, вот я записывала как раз, и одно и то же количество. И вот спрашивают, можно узнать источник вашей информации, потому что нет никакого подтверждения в польских медиа. Так что, скорее всего, это тоже был фейк. Еще что интересно с этим каналом, то, что он вроде как бы имеет российскую символику, вот звезда тут на красном фоне, знаю обо всем, но у него идет реклама. Монетизация сейчас в российском сегменте отключена. YouTube отключил нам монетизацию, а здесь идет спокойная реклама, вот ролик начнется после рекламы. И так далее. Я просто не могу это все показывать, потому что YouTube тоже меня забанит это видео. Так что этот канал, он откуда-то, он не на российской территории, находится его юрисдикция. Это тоже совпадение, конечно, случайное. Еще одно совпадение, на которое я сразу не обратила внимания. Вот сейчас вот прям по ходу я вижу, подсчитываю, что картинка начинается на 0,39. Три девятки, что три шестерки и 11. То есть 9, 9, 9 или 6, 6, 6, 11. То есть опять-таки такое вот случайное совпадение. И заканчивается, соответственно, на 9, 1, 1. Итак, вопрос. Было нападение в Польше или нет на Шатунова? Это фейк или правда? Если правда, то это сигнал Шатунову. Если фейк, то тоже сигнал. Кто заказал фейк? Строки о том, что игра пейнтбол – безобидное занятие, однако при определенной ситуации выстрел из такого пистолета может принести серьезный вред человеку, вплоть до летального исхода. Поскольку я веду уже в данный момент расследование, хотя по поводу пейнтбола выясняю только сейчас, интернет мне выдает справку, что такое пейнтбол – шар с краской, командная игра с применением маркеров, пневматическая пушка, стреляющая шариками с красками. Пейнтбол бывает спортивный и тактический. Поскольку ситуация описана не спортивная, то еще определение «тактический пейнтбол». Оказалось, это командная игра по сценарию. О как! На Шатунову начали охоту, и надо было это озвучить и обнародовать по правилам оферты иконам мироздания, то есть в Ютубе и в телевизоре. Но эта информация пришла прямо сейчас. Тогда, с 27 июня, а именно с этого числа я активно подключилась к поиску причин смерти Юрия Васильевича, и последующие дни этой информации у меня не было, получилось, что сюжет замкнулся. И вот вывод, к которому я прихожу пару дней назад, прямо сейчас подтверждается. Но это не все. Я продолжаю. Именно в этой статье, в этом ролике, где было 144 тысячи подписчиков, но надо через два дня на тысячу добавилось 145. Кстати, интересные цифры, когда я смотрела 144 тысячи, именно столько спасной на корабле во время потопа. Это 14-го, и было 144 тысячи подписчиков, всего 3547 просмотров и 33 комментарии. Вот 33 число так и сохранилось через два дня. История библейская, ветхозаветная, о 144 тысячах агнцев спасенных, она записана как раз в 14 главе. То есть 14 июня, 144 тысячи подписчиков, 33 комментарии, а три девятки и длина сюжета, картинки, где Шатунова поражают красным лучом лазерным в область солнечного сплетения. Это, конечно, все случайные совпадения. И ничего более. Далее ищу дату последнего суда с Разиным. Суд состоялся 10 июня 2022 года. Шатунов выиграл суд. В другой информации РЕН-ТВ пишет, что 16 июня. Ну вот так вот они разнятся, но где-то в это время. Либо 10, либо 16. Возможно, именно 16 более точная. Возможно, та информация, где я увидела 10, она более искошенная, ложная. Допустим, но будем отходить от 16 июня 2022 года. Значит, 14 июня статья по поводу того, что вы сняли с поезда Польши. 16 июня у него суд в Москве, Ставропольский суд, завершается 22. Значит, 12 он на концерты по политическим мотивам не поступает. Он не выступает, значит, на День России. Получается так. Однако, вот эта дата, 16, выпала мне только сейчас, в данный момент, когда я монтирую видео. У меня в тексте было записано 10 июня. И вот я решила все-таки найти эту статью. Вот адвокат Юрий Шатунов рассказал, чем закончится и так далее. И здесь небольшой текст перед статьей, что Уразина выиграл 10 июня 2022 года в 10.01. Вот, 10. Если мы перейдем по этой ссылке, на сегодняшний момент, на 3 июля, когда я монтирую это видео, уже вот этой информации нет. Значит, они ее изменили. Вот на тот момент, несколько дней назад, 4 дня назад, она еще была, 10 июня. Вот, я вам в прямом эфире это показываю. 10 июня. Я перехожу по ссылке, и вот она, эта статья, адвокат Юрий Шатунов рассказал, чем закончатся попытки. На 3 июля, если мы посмотрим, то здесь уже нет этой даты. Ее просто нет. Все, они ее убрали. А еще 4 дня назад, и в интернете она сохранилась. Пожалуйста. Значит, исходим от даты все-таки 10 июня 2022 года, что он выиграл суд. Так, а как же поезд? В Польше травма? Или не было ничего? То есть, если Шатунов уже 10 июня в Москве, в судах, а 20 июня у него концерт, а 23 смерть, тогда новость о нападении точно фейк, и это знак. О нападении в Польше, в поезде. Кто заказал эту новость? Новость прошла по телевизору. Если кто помнит канал новостной, напишите. Это было 14.06.22. По какому новостному каналу? Потому что я занималась своими делами, и там был просто фон. Итак, 14 июня некая команда озвучила через некую Светлану в статье и в канале Вести Плюс в Ютубе, и в новостях по ТВ, что напала на Шатунова. Заголовок ролика расстреляли на вокзале, поставили метку, начали охоту. Пейнтбол – это метка, шар с краской и фото Шатунова с лазерным лучом. Фотография на концерте лазерный луч, направленный на него, красный, на уровне солнечного сплетения, по времени 9.11. Картинка заканчивается, запоминай время. Далее, в ролике и статье сказано, что власти Германии запретили участие в патриотических концертах в России. И якобы это одна из основных версий, если это убийство политическое. На праздничном концерте на Красной площади его не было. Я просмотрела концерт, глянула, без масонской символики никак, хотя уже звучат песни в стиле а-ля Советский Союз. Но, тем не менее, оформление сцены на Красной площади, ноугольники, стилизация глазика под циркулем, 12 и 12, две цифры по бокам, дают те же 144. Кстати, 30 июня произошел обмен военнопленных на Донбассе 144 на 144. Просто случайные совпадения, сами понимаете. А напомню, когда в Мариуполе с Азов стали освобождали заложников, то нацисты предложили сатанинскую цену 15 человек и 1000 килограмм продуктов. За 15 человек и получалось там 66,6. У меня есть ролик на канале «Азов торгует заложниками по сатанинской цене Джокера и нули на окрае». Там я разбираю и Илона Маска, и Ноланд. Как это все расшифровывается? Довольно интересное исследование. В интернете у блогеров звучат версии, что месть разина и политический заказ, что власти Германии не разрешили ему выступать на патриотических концертах. «Я нашла график выступлений на официальной странице Юрия Васильевича. Ни одного концерта 12 июня, да и остальные по Подмосковью и другим городам. Сергей в посад 9 числа, а 13 Иваново. Никаких политических концертов. Точка. Значит, политическая версия отпадает. Нападение в поезде фейк, так как он уже с 31 мая в России. Перерыв несколько дней был в мае, когда он мог уехать в Германию». Еще один знак на этой странице в баннере. «Не молчи». Я не буду молчать, Юра. И график концертов заканчивается 20 числом. Это был последний концерт. Говорят, что его концерты были расписаны на целый год вперед. Некоторые ссылки на заказ билетов в прошлых концертов кликабельные. Например, у Пензы. Так кто заказал фейк? Это все мне выдало инфополе в тот момент, когда я готовила это видео, когда я готовила этот материал. Я возвращаюсь к своей истории. Здесь я закончу первую часть своего повествования, чтобы не нагружать фильм. Напоминаю вам о том, что у меня проходят прогулки по допотопной Москве в июле и первое девятого числа. Приглашаю вас, кто хочет приобщиться к авторским моим исследованиям по допотопной Москве, к авторским версиям, многих из которых просто нет в интернете, многие из которых я не озвучиваю даже в своих фильмах, чтобы не навредить некоторым архитектурным памятникам Москвы. Информация о прогулках будет в описании под роликом, можете писать на почту. Если говорят, что письма не доходят, то пишите мои группы на мои страницы, на телеграм-канал. Я так или иначе их просматриваю и увижу ваше сообщение. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Следующая часть исследования, которая вам обещает много интересного, впереди.